Девушки отдыхают Но вот получится ли у меня таким образом найти брата, пока без понятия. Ладно, что-нибудь придумаю. Здравствуйте. Дмитрий Дмитриев, мне назначено собеседование. Пожалуйста, проходите, вас ждут на втором этаже. Спасибо. Масштабно. Дима. Да. Привет. Я Женя Евсеева, руководитель стажерской программы Майл.ру. Ну что, пойдем со мной? Пойдем. Итак, Дим, я вижу, ты сейчас на третьем курсе учишься в университете и закончил наш образовательный проект. Все верно? Да, именно там я узнал о стажировке и планирую совмещать учебу с этой вашей подработкой. Ну нет, это не совсем подработка. Думаю, тебя многое удивит в нашей компании. И да, наши студенты все успешно совмещают работу и учебу в УЗИ. Теперь я начинаю волноваться. Прямо как на настоящую работу устраиваюсь. Кстати, а сколько все это продлится? Неделю? Месяц? Мы никак не ограничиваем наших стажеров по времени. После успешного отбора каждый студент попадает в основной штат компании, растет и развивается вместе с ней. Основной штат? Мои шансы найти брата повышаются. У вас тут все так серьезно? Может, вы еще и деньги за стажировку платите? Конечно, все стажеры получают зарплату. Ничего себе, и сколько мне полагается? Ну, вообще, у нас есть фиксированный наклад для стажеров, и он начинается от такой суммы за 20 часов в неделю. Так, и что делать надо? Самое главное – успешно пройти техническое собеседование. И оно сейчас начнется. Здравствуйте. Ну что, начнем? Фух, я прошел техническое собеседование и принят в команду мобильной разработки. Так что с завтрашнего дня приступаю к поискам брата. Я уже чувствую, что он где-то рядом. Привет, Дин. Опять собеседование? Расслабься. Сегодня я провожу тебя на рабочее место и познакомлю с ментором. Ну что ж, Дим, это твое рабочее место. Присаживайся. Саша, познакомься. Это Дима, твой новый стажер. Привет. Желаю хорошего дня вам, ребят. Пока. Ну что, готов? Ну, вообще, я хотел вначале осмотреться, познакомиться со всеми сотрудниками и желательно с теми, кто старше меня на 8 лет. Успеешь, познакомим. Вот, подготовил кое-что для тебя. Держи раз, почитать вечером. Современный аналог кнута, а это, надеюсь, не пригодится. И совет первого дня. Следи за заотстаненными тасками в джире. Тасками в джире? Да. Удачи в разгрызании полнокристаллической магматической породы. А, в смысле граниты? Именно так. У меня дедушка елок. У меня, кстати, тоже. Увидимся, поболтаем попроще. Окей. Да. И почему я решил, что это будет легко? В жизни не получалось только задач одновременно. Даже не думал, что придется работать в таком темпе. Как они здесь все успевают? Какая готовность мобильных клиентов? Нужна поддержка GDPR. Саша, слушай. Мне тут в универ срочно надо и... Так иди. Что, серьезно, что ли? Да. Ты предупредил. Результат важнее процесса. Все четко. А как вернешься, мы обсудим твою любовь к аналоговым технологиям. Окей, я быстро. Алло. Да, уже бегу. Парни, у меня на элис-кандидате авторизация падает. Кто трогал последним? Я не трогал. Я не трогал. Вот ты где. Да, с переговорками в офисе беда. Я в детстве вот так же из стола и одеяла домики встроил. Кстати, жвачку хочешь? В детстве? Брат? Спустя полгода я понял, что стажировка в Mail.ru Group — это не какая-нибудь подработка на лето, а полноценная работа в боевых условиях. За этот период я научился планировать свое время и все успевать. Успел потусить на корпоративе и нашел новых друзей в тренажерном зале. Получил крутой мерч. Тщательно готовился и достойно проявил себя на еженедельном спринте. Стал быстрее всех выбирать самые спелые манго. Прикрепил свою фигурку на логотипе Mail.ru Group и уходил с работы после полуночи всего четыре раза. Знаете, я вырос как профессионал, стал полноценным сотрудником и частью большой компании. Привет, Дим. Привет. Возьмешь стажера? Да, окей, бро, конечно. Бро. Прикольное у вас общение с коллегами. В этой компании я нашел не только брата, но и целую семью единомышленников. Если ты себя отлично проявишь, то тоже станешь ее частью. Да, конечно, я готов. Только у меня один вопрос. Так сколько продлится эта ваша стажировка? Месяц? Месяц?